Рад приветствовать вас, друзья, всех тех, кому интересен тот материал, который выпускает портал cgscope.com И я, Дмитрий Патреваев Наконец-то у меня готов следующий урок, уже пятый урок по счету Урок по программе Гудини, где мы с вами продолжим создание того проекта с футбольным мячом О котором говорили в уроке предыдущем Если вы не видели его, обязательно начните с просмотра четвертого урока, чтобы вам был понятен наш проект Ну, а мы с вами продолжим сегодня разговор И начнем мы с того, что вернемся к предыдущему этапу нашего четвертого урока На нем, напомню вам, мы создали геометрию мяча И мы готовы к тому, чтобы заняться настройкой рига Подготовить этот мяч к предшествующей анимации Вот в этом уроке, в первую очередь, мы займемся этой задачей Дальше у нас будет возможность выполнить построение фона Простого фона для нашей сцены И дальше мы уже создадим анимацию мяча Создадим анимацию по ключевым кадрам И также сделаем процедурную анимацию его подскоков Вот это, наверное, основные вещи, основной план на этот урок Если время позволит, сделаем немножечко больше Если нет, то, скорее всего, будет еще один третий урок Ну, третий в этом проекте, скажем так По счету он будет у нас шестым В котором мы окончательно финишируем работу над этим проектом Итак, друзья, давайте не будем много говорить А начнем нашу работу Поехали! Давайте поднимемся выше Теперь пару моментов относительно того Как заставить этот мяч действовать и реагировать так, как будет нужно нам Я бы хотел, чтобы этот мяч у меня в процессе работы В процессе анимации Мы сейчас делаем небольшой риг с вами Чтобы мне проще было его анимировать Конечно, я мог бы анимировать и весь контейнер Вот у него есть свойство, например, перемещения транслейта Можно просто навести курсор мышки в 3D вид, нажать Enter Появится средство манипуляции Вот у меня средство перемещения Вот у меня средство вращения Можно было как бы и их использовать для того, чтобы создать анимацию Но это немножко скучно Это же гудини, друзья Здесь у нас большое количество есть возможностей и средств по манипуляции Поэтому мы с вами сделаем небольшой риг А заодно еще немножко ваши мозги закипятим Но в то же самое время вы увидите гибкость и удобство таких простых манипуляций в гудини Да, не забывайте периодически сохраняться Я время от времени нажимаю Ctrl-S для сохранения проекта Просто не озвучиваю это словами Я создаю несколько дополнительных объектов Мы говорили об объектах нулях Ну, так называемых объектах-пустышках Которые фактически ничем не занимаются Но являются некими такими объектами Объектами для определенных дополнительных целей Внутри объекта геометрии контейнера геометрии Эти нули, они фактически мало какую роль выполняют Однако на уровне геометрии с помощью объектов нулей Можно выполнять многие интересные преобразования Ну, например, риги для персонажей И, например, даже наш риг Мы сейчас будем выполнять благодаря вот этим как раз нулям Фактически нул, смотрите, он создает тоже Такой же каркас геометрии, как и, допустим, нижний каркас геометрии Просто внутри этого объекта ничего толком не хранится Тут два пустых оператора Которые просто создают некий такой вот индикатор В нашем случае вот такую вот стрелочку Вот, поэтому Но мы их можем использовать для того, чтобы устанавливать Дочерние родительские связи Когда вы выход одного оператора связываете с другим То тот оператор, который у вас сверху Он становится объектом родителя И теперь, если вы будете перемещать его Смотрите, у меня выделен сейчас не мяч А выделен нул И если я буду его перемещать То вы увидите, что вместе с ним перемещается и мяч Потому что благодаря связи на уровне геометрии Эти объекты становятся в связи родитель Вот это родитель и дочерний объект То есть подчиняющийся ребенок Это наш мячик Давайте переименуем этот объект В Rotate здесь будет выполняться вращение Нашего объекта А сверху создадим еще один оператор Нуль Тоже подключим Теперь это родитель, да Это родитель, это, соответственно, для него дочерний А этот родитель для этого стал Такая вот связь А вот этот объект мы назовем Translate, перемещение Перемещение И вот теперь, смотрите, я небольшое сделаю изменение В этом операторе Translate я зайду на закладочку MISC Где есть возможность задавать Как этот объект будет отображаться в окне проекции И его форму с тип иконки, да Вот Control Type с объекта 0 Поменяем на сёкол И в этом сёколе круге Сейчас вот появилась группа кругов Я поменяю ему ориентацию Так, чтобы он лежал у меня по горизонтальной плоскости Это плоскость XZ Ну или ZX ZX И дам ему Uniform Scale Display То есть способ отображения Вот чуть больше Фактически теперь у меня получился некий такой вот контрольный объект Который я могу использовать для того, чтобы перемещать мой мячик То есть если я его выделю Да, и нажму буковку T Активирую инструмент перемещения Translate Или вот на панельке инструментов Вот здесь вот он Move Инструмент перемещения Перемещая его У меня будет перемещаться всё И объект Rotate И объект Пол Итак, задача, которая у нас стоит Это чтобы при перемещении в направлении оси Z Нашего мяча У нас мячик автоматически крутился Крутился так, как будто он реалистично катится по поверхности Вот что нам с вами нужно сделать Для этого вот мы создали с вами такой вот рик, состоящий из трёх элементов Наш мяч, это непосредственно наша геометрия Оператор Rotate будет выполнять функцию вращения Оператор Translate функцию перемещения Два вот этих дополнительных ноль объекта Поэтому что я сделаю? Значит, для начала я объясню вам небольшую формулу Которую мы с вами будем использовать для манипуляции Итак, смотрите Я создал небольшой документ Более подробно Описание из этого документа вы сможете почитать Я его приложу к материалам проекта С которым мы будем работать Нам с вами потребуется формула Которая связывает вращение мяча с его перемещением Не хочу вас сильно грузить Но в принципе это обычное школьное знание Ничего сложного Формула, которая нам нужна Имеет такой вот вид S равняется W умноженное на L Внизу пояснение S это расстояние, которое у нас катится мяч То есть в нашем случае как раз это будет смещение по оси Z Оно у нас обозначается как S W это количество оборотов Сколько мячик прокрутился А L это длина окружности нашего мяча Или соответственно вот этот вот параметр Длина окружности У нас с вами S известно Это то расстояние, которое мы перемещаем Длина окружности мяча тоже мы можем узнать У нас есть этот параметр А вот W количество оборотов нам неизвестно Нам его нужно найти Поэтому мы соответственно находить его будем по такой формуле W равняется S деленное на L Ну альтернатива тому, что записано сверху Все очень просто У нас нет только с вами L длины окружности Вот Нам это значение нужно прояснить Да Даже вернее тут я говорю, что она у нас известна Она на самом деле неизвестна У нас известен радиус мяча Ну или диаметр мяча А длины окружности нет Но из школьного курса Я тоже этот момент не помнил Покопался немножечко Нашел в интернет всю необходимую информацию Длина окружности вычисляется по такой формуле P умноженная на D Где P это соответственно константа Число P вы знаете Это 3,14 А D это диаметр мяча Ну или как альтернатива 2 умноженное на P R То есть P умноженное на 2 радиуса Диаметр равен 2 радиусам Мы используем или один вариант Или второй вариант Поэтому в конечном счете Подставив вместо значения L Нужное нам значение Наша формула примет вот такой вот вид Расстояние деленное на 2 PR Все очень просто на самом деле Единственное что Количество оборотов Которое мы получим по такой формуле Оно будет обозначаться числом То есть например там 1 оборот 2 оборота 3,4 Нам же с вами Для вращения мяча Нужно задавать параметры в градусах Потому что параметры rotation Вот эти параметры градусов Угла вращения Они задаются в градусах Не в количестве оборотов Поэтому в конце я это значение умножаю на 360 И таким образом Значение Количество поворотов Преобразую в градусную величину Вот в общем то и все Простая такая вот формулировка Хотя вначале пришлось немножко Покопаться чтобы разобраться Итак что нам нужно Смотрите мы с вами в параметре вращения Если у нас перемещение будет Относительно оси Z Выполняться Так вот наше перемещение Если перемещение будет Относительно оси Z У нас выполняться То вращение нам С вами понадобится Вот это в направлении оси X То есть он должен крутиться в эту сторону Когда катится вперед или назад Поэтому соответственно в этом поле Мы с вами будем выполнять манипуляции Исходя из той формулы Которую мы только что с вами Вывели Написали Нам понадобится расстояние На которое движется мяч В нашем случае Это вот это расстояние Translate Параметр Z Это координата X Это координата Y Это координата Z Давайте это значение Правой кнопочкой мышки щелкнем И скопируем это значение Копи параметр А теперь в значении Rotate Мы вот сюда В поле Rotate Вставим это значение Place Reality Reference Вот такой процесс копирования Делает ссылку То есть фактически Теперь у нас наше поле Вращение по оси X Берет свое значение Из оператора Translate Вот пишется Translate TZ Это обозначение Вот этого Вот этого вот поля Трансформации по оси Z Мы сюда вписали Одну только величину Это фактически Наша Наша буковка S Но как мы уже сказали Нам нужно с вами Эту букву Разделить на Первое Двоечку Умножить на значение Пи 3.14 И умножить на наш Радиус мяча Я пока уберу на секунду Пока введу так Где нам взять радиус Нашего мяча Смотрите Вот здесь вот внутри Если мы опустимся В наш мячик Когда мы с вами Вот здесь вот Его трансформировали До нужного значения Вот это поле Uniform Scale Оно фактически Соответствует нашему радиусу Мы можем его взять Как цифру Но с другой стороны Если вдруг мы когда-то Его изменим То нам придется И в нашей формуле Менять цифру Поэтому я беру Этот параметр копирую 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 А теперь поднимаюсь На уровень вверх И сюда в поле Rotate Захожу в редактирование Этой формулы Ставлю символ Домножить И через комбинацию Ага Ctrl-V Так не получится Тогда сделаем по-другому Тогда временно возьмем Вставим в соседнее поле То, что в это же поле Вставить уже не получится Здесь у нас уже прописаны Значения Если мы так же Ставим сюда значения Они сотрутся Поэтому я в соседнее поле Его вставлю По Astrality Reference Вот у меня нужная формула Теперь я ее заберу Вырежу А чтобы здесь поле очистить Щелкну правой кнопочкой мышки И нажму Delete Channel И поставлю здесь 0 Такой же, как и был А сюда Домножив Вставлю теперь уже Из буфера Вот ту формулировку Есть Вот фактически У меня моя вот та формула Которая только что вам показывала Записана вот таким вот образом В виде каналов То есть Расстояние Перемещение по Оси Z Деленное на 2 Умноженное на π И умноженное на радиус Моего мяча Который взят Из оператора бол В параметре трансформации Вот таким вот образом Ну и как мы говорили Нам все это Нужно с вами умножить на 360 Поэтому возьмем скобки И за скобками умножим на 360 Вот такая вот формула Можно щелкнуть По надписи Rotate Видите, один раз мы видим цифру Второй раз видим формулу Если я теперь переключусь На параметр Translate Выберу мой мяч Жму букву T Вот, выберу мой мячик И начну его перемещать Смотрите, по оси Z То мяч у меня будет катиться Будет катиться правильно Равномерно Такое ощущение, что действительно Он катится как будто бы По поверхности То есть, вот такими простыми действиями В Гудине очень удобно делать риги Не обязательно это должны быть Какие-то сложные риги Вы можете, используя формулы Используя знания там Математики Иногда логики какой-то Просто подумав, поразмыслив Можно получать Вот такие вот конструкции Которые в результате Дадут очень Интересный результат Последнее, что осталось Нужно этот мяч Немножечко приподнять Вот здесь вот В параметре Rotate У нас вот здесь было С вами выражение Вот эта вот формула Которая соответствовала Радиусу нашего мяча Вот я как раз На это значение радиуса Хочу его приподнять Для этого здесь вот В координате Y Я могу, конечно, ее менять Если, кстати, вы не очень удобная штука Все числовые поля Если по ним щекнуть правой Средней кнопочкой мышки То есть градация шкал Где вы можете выбрать На какую величину этот объект Должен смещаться Вот, так фактически Здесь нам нужно поднять его На величину радиуса мяча Я могу задавать его в цифре А могу вставить сюда тоже выражение Когда здесь будет прописано выражение То, соответственно, он точно будет На нужную величину И теперь даже если у меня изменится В моем мячике изменится радиус То все значения сразу автоматически пересчитаются И вне зависимости от манипуляции У меня получится нужный эффект Вот, так что очень удобная штука Поэтому давайте сейчас Сейчас я верну все-таки В то значение, в котором они были 34 у нас было Поднимемся наверх Есть Отлично Вот такой с вами мы сделали Вик несложный И наш мяч с вами готов К работе Теперь мы можем с вами Его анимировать Настраивать И получать нужный результат Последнее, что мы сделаем с вами еще Это сделаем геометрию, я думаю Для него геометрия окружения будет очень-очень простая Мы создадим отдельный контейнер геометрии Этот контейнер мы переименуем Например, как-нибудь в ground Земля И внутри этого контейнера создадим объект grid Сетка Я включу каркасный режим, чтобы лучше было видно, как эта сетка выглядит Мы можем с вами вот тут в качестве способа в отображении Поставить режим ghost other object Для того, чтобы видеть Тусклым цветом объект Который находится выше За пределами этого оператора ground В другом контейнере геометрии Это даст нам возможность сопоставить его масштабы Нам нужно этот объект немножечко согнуть Для того, чтобы у нас создалась такая вот Полуизогнутая стена Потому что при прямом таком отображении У нас будет видна пустота Вокруг она попадет в камеру Это немножечко скучно Поэтому мы воспользуемся оператором band Оператор, который создает изгиб Возможно, пользователям других программ MaxMaya эта штука тоже будет знакома И в этом операторе band В настроечках его есть параметр band Он в значении угла работает угловом И мы можем, соответственно, вот Нашу стеночку И загнуть Вот таким вот образом Однако тут чуть-чуть тоже сделаем несколько перестроек Я вернусь к оператору grid Нажму enter для того, чтобы перейти в режим Легкой манипуляции с ним И вот тут чуть-чуть мы его С вами изменим Я хочу его сделать таким более вытянутым Поэтому, соответственно, вот его параметр Size Или там пока давайте поставим 30 Потом посмотрим Каким он нам нужен Сдвинем его немножечко в сторону Хотя нет, так он, да, так он у нас будет двигаться Центр не меняется Поэтому мы, наверное, пока так оставим А после чуть-чуть позже Слегка его изменим И детализацию добавим в этом направлении Немножечко в этом направлении Вот таким вот образом А после того, как мы применили оператор band Мы создадим еще один оператор transform Который даст нам возможность Двигать уже всю эту конструкцию Вместе с заданным углом Отлично Отлично Так, ну и немножечко вот еще параметром Capture Lens Поиграемся для того, чтобы сделать Такой более плавный угол Есть Замечательно И теперь мы тоже можем здесь создать Нуль оператор Назовем его out Поставим на него видимость И, соответственно, вот наша вторая геометрия Следующим этапом нашей работы, друзья Будет то, что мы с вами создадим анимацию для нашего мяча Как анимацию по кадрам, так и процедурную анимацию Давайте займемся этим этапом работы Я для удобства сейчас отключу видимость с контейнера ground Для того, чтобы земля у нас исчезла и не мешала нам в работе А сам сфокусируюсь на нашем мячике Итак, напомню, что мы с вами создали специальный объект Ноль объект с названием translate Вот он Можем нажать вот эту стрелочку или букву S Для того, чтобы переключиться в режим выделения selection Итак, в окне проекции мы сможем выделить этот объект Для его перемещения мы можем включить один из средств манипуляторов Один из инструментов манипуляторов В нашем случае нам понадобится инструмент move перемещения Как видно, горячая клавиша T Щелкнув на нее, у нас появляется инструмент для манипуляции И мы с вами можем двигать наш мяч Напомню вам, что мы настраивали его вращение так, чтобы оно работало в направлении оси Z Если мы будем двигаться в направлении CX, никакого вращения происходить не будет Так как мы не делали вращение для этого направления Только по оси Z Но у нас такой больше случай частный Поэтому мы остановимся на этом варианте Итак, давайте сделаем анимацию нашего мяча по ключам Мы для начала переместим где-то приблизительно вот сюда В район 3 единиц 3 метра от начала координат Это у нас будет стартовая точка Отсюда наш мячик будет катиться Мы можем также с вами выполнить процедуру его анимации Используя вот эти вот параметры координат Я до этого не говорил, возможно вы уже догадались Что выбрав контейнер геометрия Его свиточек трансформация содержит информацию для трансформации всего контейнера геометрии Соответственно вся геометрия, которая внутри этого контейнера находится Автоматически будет подвергаться вот этой трансформации, которая задана здесь У нас есть три свойства трансформации Это перемещение translate, это вращение rotate и это scale масштабирование Translate и rotate по умолчанию стоят в значении 0, а scale 1, то есть оригинальный масштаб объекта показывается Есть и дополнительные еще параметры, но нас сейчас они особо интересовать не будут И также карты этих полей, что вращение, что перемещение, что масштаб разделены на три поля Первая вот эта линеечка это координата по оси Х, вторая координата по оси Y и третья координата по оси Z Таким образом вы можете понимать с чем мы с вами работаем Итак, я сейчас оттянул мой мячик на положение 3 единицы по оси Z И хочу, чтобы это была стартовая точка моей анимации Для этого я щелкаю правой кнопочкой мышки И в контекстном меню, которое у меня появилось, я могу выбрать такую вот командочку В категории вот Keyframes, как Set Keyframe, установить ключевой кадр Здесь же пишется комбинация Alt и средняя кнопка мышки Вернее, левая, левая кнопка мышки, прошу прощения Alt и левая кнопка мышки создаст этот кадр Я, соответственно, щелкаю по команде, видите, поле стало зеленым Это индикация того, что у нас появилась анимация Обратите внимание, что я сейчас нахожусь в нуле Ну, в первом кадре моей анимации Гудини по умолчанию первый кадр обозначает цифрой 1 И здесь появилась зеленая засечка, говорящая о том, что здесь установлен анимационный ключ Когда вы находитесь на этом ключе, поле зеленое Когда вы с этого ключа уходите, видите, оно меняет свой цвет Это говорит, что этот параметр каким-то образом проанимирован Может быть с помощью ключей, может быть с помощью выражений Может быть процедурный или еще как-то Однако здесь есть какая-то связь Вот, и так мы можем с вами создавать анимацию дальше Но прежде чем мы будем настраивать ее дальше, я хочу сделать несколько изменений Я зайду в настройки анимации Для этого здесь вот под кнопками проигрывания анимации Есть вот такая вот кнопочка Global Animation Options , щелкнув по ней, у меня откроется окно с глобальными настройками анимации И тут я могу настроить несколько параметров Частоту я поставлю 30 кадров То есть в одной секунде у меня будет 30 кадров Начало диапазона анимации будет с первого кадра А окончание, ну, 300, думаю, многовато Нам с вами 150 хватит То есть это 5 секунд 150 разделить на 30, будет 5 То есть в каждой секунде 30 кадров Соответственно 5 секунд у нас равно 150 кадров Когда мы установили этот диапазон Мы можем нажать Apply, чтобы применились эти изменения И теперь можем окошечко через кнопочку Close закрыть Итак, у нас наша шкала анимации С первого по 150 кадр, как видно здесь С первого по 150 кадр она у нас установилась Первый кадр у нас создана в нем анимация Теперь мы перейдем с вами в кадр последующий, 150 И здесь наш мяч переместим на 3 единицы В противоположную сторону В данном случае минус 3 Если нужно, мы можем подкорректировать это поле здесь Обратите внимание, что поле опять-таки изменило свой цвет Это значит, что параметр трансформации Для этого времени изменился Однако здесь еще нет ключа Ключ автоматически не установлен Мы можем включить режим автоматического создания анимации Он находится у нас вот здесь Вот кнопочка такая вот в виде ключика Вот, мы можем его включить, как бы если хотим А можем, соответственно, вручную создавать Это уже по нашему усмотрению Я сейчас создам ключик в этом поле Кликнув по нему с клавишей Alt И левой кнопкой мышки Как только я это делаю Это та же самая комбинация Которая вызывает вот эту вот команду Set keyframes Установить ключ И здесь появляется также зеленый цвет Это значит, что у меня создана анимация Если я теперь буду двигать мой бегунок анимации Будет видно, что у меня анимация моя проигрывается На клавиатуре горячая клавиша Это стрелочка вверх, которая запускает вашу анимацию на проигрывание В прямом направлении Или стрелочка вниз, которая запускает ее в обратную сторону Анимация наша сейчас проигрывается не в реальном времени Она проигрывается очень быстро Если мы хотим видеть ее в реальном времени Мы должны установить вот здесь вот Рядышком с настройками анимации Есть вот такая вот опция Которая называется Real Time Toggle Опция, которая включает проигрывание в реальном режиме времени И теперь запустив анимацию Мы увидим, что наш мяч стал катиться гораздо медленнее Потому что теперь он катится в реальном режиме времени Таким, каким он будет у нас в действительности Наша анимация получилась интересная Видите, мячик не спеша начинает свое движение Катится, а потом замедляется Это происходит за счет того, что по умолчанию Когда создаются анимационные ключи И строится анимационная кривая От первого ключика до следующего Используется такой способ интерполяции Или построения кривой Который работает с затуханием Чтобы это увидеть, мы выделив с вами наш анимируемый объект Наш мяч Мы можем с вами здесь вот перейти на закладочку Animation Editor Редактор анимационных кривых Здесь назвать пробел G Для того, чтобы сфокусироваться И видеть ту нашу кривую И вот видно, что если мы этот бегунок анимации Левой кнопкой мышки будем двигать То вот как раз кривая показывает Что у нас наша анимация начинается плавно Ведь она не спеша меняет свою форму Дальше набирает скорость И также плавно затухает Это влияет на движение нашего мяча В конце нам так и нужно, чтобы он плавно затухал А вот начало хотелось бы, чтобы он более динамично катился Ну представьте, что такой эффект Его ударили и вот он в процессе полета Со временем движение его затухает И он останавливается Поэтому нам в начале нужно, чтобы он немножко по-другому себя вел Поэтому взял вот этот манипулятор кривой Я его опущу немножечко вниз Для того, чтобы форму кривой получить Ну вот, допустим, какую-то такую Чтобы наша анимация очень быстро начиналась А потом более медленно затухала И сходила на нет Если мы теперь вернемся к нашей анимации Перемотаем на начало С помощью комбинации Ctrl вверх И запустим нашу анимацию стрелочкой вверх То увидим вот такой вот эффект То есть наш мяч довольно-таки быстро начинает в начале катиться А со временем затухает его движение Итак, таким образом мы с вами создали анимацию по ключевым кадрам Проанимировав параметр перемещения по оси Z И наш мяч в результате стал катиться вперед Так как мы с вами до этого сделали риг В котором автоматически выполняется вращение мяча То нам не нужно было переживать относительно того Как он прокручивается Однако, если бы мы этот риг не сделали Нам пришлось бы вручную анимировать не только перемещение Но еще и вращение мяча Причем контролировать, чтобы в зависимости от скорости мяча Он крутился или медленнее, или быстрее То есть видите, насколько нас спасает от ненужной работы Вот такой несложный риг Или настройка анимации, которую мы с вами выполнили Отлично! Эта часть работы сделана Теперь перейдем к следующей Нам нужно заставить этот мяч прыгать Потому что сейчас он просто линейно катится И никуда у нас не прыгает А вот функцию прыжка этого мяча Мы с вами сделаем немножечко по-иному Мы сделаем это процедурно Итак, у нас с вами здесь же в этом нашем объекте Translate перемещение Есть координата Y Если я нажму Enter То вот у меня появится манипулятор И вот видно, что вот это направление Y меняется координата Это, соответственно, его движение по вертикальной оси Вверх И это как раз поле мы с вами используем Но создадим анимацию процедурно Для этого щелкнем правой кнопкой мышки И здесь выберем категорию Motion Effects То есть эффекты, связанные с движением И в этой категории, в подменю, которая появляется у нас Здесь есть несколько разных вариантов Мы выберем вариант Noise Что переводится как шум Я сейчас создам ее В результате у меня появится несколько изменений Первое У меня появилось какое-то вот такое вот окно Пока мы не знаем, что из себя оно представляет Это панель, в которую загружены определенные параметры Второй момент Вот здесь вот в области редактора графа Мы тоже переключились в какую-то непонятную область Эти узлы мы с вами не создавали Однако прежде чем мы начнем разбираться с тем, что происходит Я вот такой поставлю вид сбоку И запущу анимацию на проигрывание Смотрите, что произошло То есть после того, как мы создали с вами Noise функцию Функцию шума То есть случайно генерирующую движение Наш мячик по С-Y стал двигаться Вот так вот необычно Также, если вы обратите внимание на наш Network View Мы с вами находились на уровне Обж А сейчас опустились в какой-то MotionFX Давайте нажмем буковку U Поднимемся вверх И посмотрим, что у нас произошло Смотрите К тем узлам, которые мы создавали К тем контейнерам Появился новый такой контейнер А точнее сказать Network Чоп Network тут вот написано Называется он MotionFX И именно в него нас программа автоматически переместила То есть когда мы с вами создали вот эту вот команду Вот это вот поле Создали здесь эффект Да Эффект движения Программа автоматически для нас Создала MotionNetwork Нетворк, в котором хранятся специальные Автоматически для нас созданы операторы Управляющие движением И нашему объекту В координату Y Было присвоено движение Из этого нетворка То есть то, что тут происходит В этом нетворке Влияет на то, как наш объект Будет двигаться по оси Y О том, что этот параметр Связан процедурной анимацией Говорит вот такая вот Коричневая или такая вот Горчичная подсветка С этой стороны Если, кстати, по надписи Translate щелкнуть Левой кнопочкой мышки То можно увидеть, что эти поля Будут менять свои значения В первом случае Они показывают цифровые значения Если нажать Они показывают надписи Безье в координате Z Говорит о том, что этот параметр Проанимирован вручную С помощью анимационной кривой А параметр средний Если прочитать Написано Overridden То есть переписан Чем? Переписан вот по такому адресу Обыч MotionFX То есть Обыч MotionFX И там NoiseAdd1 Если мы зайдем туда Мы увидим, что внутри этого Обыч MotionFX Есть некий оператор С названием NoiseAdd1 То есть фактически Из него берется значение Теперь И это значение Передается вот сюда Вот в этот параметр И те цифры, которые он генерирует Он генерирует благодаря тому Какие значения Отдает ему вот этот Внутри этого нетворка Наш оператор Создания шума А вот та панелька Которую мы с вами видели Это панель Которая открывается По умолчанию Где как раз И показан график Кривой Да Или скажем так График сигнала Если бы точнее Который генерирует Вот этот вот MotionNetwork Который как раз И применяется К нашей координате Y То есть Если проследим За движением мяча Он будет похож на то Как выглядит Вот здесь вот Наш сигнал Если я еще раз Запущу анимацию На проигрывание Вы это как раз Увидите Преимущество Является в том Что наверху У нас есть параметры Эти кстати параметры Соответствуют параметрам Которые мы видим С правой стороны Вы можете работать С отдельной панелькой Если хотите Вы можете переключиться На специальную закладочку Она так и называется MotionFXView Это закладка Которая предназначена Как раз для обработки Вот Таких вот Так называемых Сигналов Которые генерируются В ЧОП-нетворке В операторе каналов Так называемым Это один из способов Создания процедурной Анимации Или процедурного Движения Наших объектов Если мы выделим Этот наш Нойз Вернее Нет не нойз Вот этот нойз Этот нойз Уже финальный Он является Комбинацией Данных Перемещения Объекта Которые Обрабатываются В этом операторе И вот функция Которая нойз Которая генерирует Непосредственно шум Поэтому если вы Выделите Вот этот нойз Оператор А здесь у нас Просто они комбинируются Два этих сигнала вместе Но сама функция шума Нойз Ее параметры Доступны Вот при выборе Оператора нойз Вот мы с правой стороны Видим параметр Интересно то Что мы можем с вами Менять разные типы Этого шума Это все процедурно Мы можем менять Периоды Мы можем менять Хармонию Насколько там Грубый Или более сглаженный Будет сигнал Мы можем менять Экспоненту Мы можем менять Амплитуду Все это будет влиять На то Как выглядит наш сигнал И какие будут изменения И что самое замечательное Эти все изменения Автоматически будут Применяться К нашей анимации Вот я бы хотел Таким способом Создать анимацию Движения Скачков мяча Однако Как видите Пока он Путешествует У нас очень Необычно Мы можем переключиться Например На какой-нибудь Боковой вид Вид спереди Или лучше Даже наверное На вид сбоку Видно вот у нас Нулевой уровень И мячик наш Иногда прыгает На поверхности Иногда проваливается Под землю Это явно не то Что нам нужно Поэтому давайте Остановим нашу анимацию То есть Клавиша Например Запуска анимации Вверх запускает И повторное нажатие На нее Останавливает Эту анимацию И в NetworkView Поднимемся наверх Выделим снова Наш объект Здесь же Где мы с вами Создавали Анимационный Вот этот эффект Эффект движения Noise Мы с вами Добавим к нему Еще один эффект Назовем его Вернее Вызовем его По названию Limit Ограничение Как только мы Его применили У нас опять-таки Снова открывается Панель Мы можем работать С ней Можем работать С MotionFX Панель Которой говорили Только что Без разницы Но смысл этого Оператора в том Что он позволяет Ограничивать Минимальный Максимальный сигнал И вот минимальный Который проваливается Под ноль Минимум Да он стоит В значении Минус один А мы можем Ограничить его Нулем В результате У нас теперь Наш сигнал Видите Ниже нуля Не опускается У нас появился Оператор Limit Который как раз И ограничил Движение Если мы теперь Запустим нашу анимацию Смотрите Наш мячик Не проваливается Ниже нуля Отлично Теперь мы можем Дополнительно Еще Перенастроить Анимацию Этого мяча Он сейчас Очень Необычно Себя так ведет Не совсем Скажем так Естественно Правильно Давайте Немножечко Изменим форму Этой кривой Я в моем Обыч Motion FX Network Выделю Этот оператор Noise Для того чтобы Чуть поиграться С функцией Кривой Первое Мы немножечко По периоду Ее сдвинем Раз Второе Мы ее амплитуду Уменьшим Чтобы он не настолько Сильно прыгал Увеличив график Этот кривой Он также делается Как зумирование В окне проекции Мы можем увидеть Пик на какую высоту Приходится То есть 20 сантиметров Это сантиметров 30 Чуть меньше Мы можем Roughness Изменить Экспоненту Изменить Можно поиграться И с другими Видами Шума В зависимости Того Какой вариант Вам Больше Будет казаться Подходящим И давайте Посмотрим Как при изменении Такой формы Нашей кривой Как выглядит Наша анимация Допустим Что то такое Остановлюсь На таком варианте То есть Как видите У нас есть возможность Как угодно Перестраивать Такую процедурную Анимацию Используя Вот эти вот Сигналы И автоматический Результат Будет у нас Применяться К нашему Объекту Переключаться Между разными Видами Кстати Вы можете Очень удобно Благодаря Клавишам Видите Один Это перспективный Вид Два Вид сверху Три Вид спереди Четыре Вид сбоку Пять Это вид UV Раскладки И для того Чтобы Точно В зависимости от того Какой инструмент Включен Просто клавиша Один Два Тире До пяти Может работать А может не работать Поэтому я вам советую Использовать пробел И цифру Пробел и цифра Точно переключает Вас на нужный вид Поэтому пробел Один Например Снова вернет Нас К перспективе Отлично Вот мы с вами Создали нашу Анимацию Объект у нас Готов Единственное Теперь давайте Поднимемся Наверх Из нашего MotionFX Включим Землю У нас Земля Не в ту Немножечко Сторону Расположена Поэтому В операторе Ground Вот здесь Вот свойство Transform Где мы С вами Наш Объект Трансформировали Я Немножечко Нажав Enter Его поверну Вот в этом направлении На 90 градусов И так же Немножко Мы его Сместим Наверное Как-то Вот так Вот Теперь Наш мяч По идее Должен катиться В правильном Направлении Так Только Наверное Мы ее Провернем На минус 90 В противоположную Сторону Чтобы у нас Она соответствовала Тому положению Которое Я вам показывал В видеоролике Съемка у нас Будет С этого Ракурса Вот мяч Издалека Будет катиться Вперед По направлению К камере Позже Когда мы С вами Установим Камеру Мы сможем Более точно Подправить Еще положение Наших объектов Приблизительно Где-то Вот такой Ракурс У нас Будет С вами Получаться Отлично Сохраним Результат Нашей работы И так Вот что У нас С вами Получилось То есть Наша Анимация Была создана Процедурно До этого Мы потрудились Для создания Рига И мы Упростили Себе Процесс Анимации Вы увидели Как создается Анимация По ключевым кадрам Как создается Анимация Процедурно На сегодня Я думаю Мы сделаем Остановку Мы времени Записали Прилично В следующий раз Мы с вами Продолжим Разговор Продолжим Наш разговор О Процессе Создания UV Мы Присвоим Материалы Мы Поставим Камеру Поговорим О процессе Визуализации Сделаем Рендеринг До этого Поставим Освещение И получим Финальный результат Который Дополнительно Я покажу Как в Гудине Можно будет Обработать Так На протяжении Трех Коротеньких Уроков Мы с вами Выполнили Наш Выполним Наш Первый Проект Ну А на Сегодня Сделаем Остановку Благодарю Вас Если У вас Будут Вопросы Опять Таки Пишите Пожалуйста В комментариях Также По тому Нравится Вам Это Видео Или Нет Я Об этом Смогу Судить Судя По Вашим Лайкам Если Какие Это будут Моменты Недопонимания Пишите Обязательно Объясню Ну И если У вас Дорогие Друзья Есть Желание Поддержать Наш Проект Вашими Добровольными Пожертвованиями Я буду Очень Признателен Ссылочку Для этого Вы найдете В описании К данному Видео Всего Доброго На сегодня Прощаюсь С вами Хорошего Дня И до Связи В следующем Уроке Пока Пока Всем